Валерий Полянский, 66 лет, советский российский дирижер, народный артист Российской Федерации, основатель и главный дирижер государственной академической симфонической капеллы России, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством 4 степени. Будучи студентом Московской консерватории, Полянский уже работал в качестве дирижера Большого театра СССР. Дискографию Полянского включает более 80 наименований. Помимо сочинений современных авторов, капелла возрождает забытые произведения композиторов прошлого, не исполнявшиеся до этого в течение многих лет. Участник фестиваля духовной музыки «Могутный Божия» в Могилёве. В духовной музыке, это, по-моему, слово такое более объемлющее, можно отнести и лучшие образцы классической музыки, ведь она тоже воспитывает нас как-то духовно. Вот, это тоже те же сочинения Чайковского, которые казалось, они не церковные. У него есть церковные сочинения, это литургия, и все ночные бдения едут, и церковные хоры, они называются духовные хоры. Сейчас эти два понятия немножко перемешались. Хотя, в общем-то, это почти одно и то, что. Мы с большим удовольствием приехали сюда, когда я прочитал премьерную программу, мы ее долго обсуждали со строителями фестиваля, мне это было очень приятно и симпатично. И приятно то, что здесь и православные, и католики, и мусульмане, и протестанты, что, в общем-то, людей объединяет церковь. Господь Бог в любой религии учит настолько добро. Добро. Так что, и мне кажется, что это очень знаменательное, особенно в наше такое тревожное время, знаменательный фестиваль, знаменательный путь, знаменательные события. И я могу только вот приветствовать двумя руками и большим удовольствием и благодарить за ту честь, которую нам оказали. В России всегда были профессиональные хоры. В Европе их не было. И в Европе их не было. И вот российское профессиональное пение, которое, в общем-то, до 1917 года достаточно было активно и сильно, оно потом немножко, конечно, спало. Потому что во всех православных соборах всегда были хоры. Всегда были хоры. И русские композиторы писали в основном на церковные сюжеты. И все это еще была цензура Синода. При советской власти в России остались профессиональные хоровые клетки, что очень-очень важно. Но на Западе до сих пор есть только профессиональные клетки, в основном в оперных театрах. А вот для каких-то больших мероприятий они собирают любить. Там больше любителей. На следующий год хору будет 45 лет, как я его создал. И 45 лет я им руковожу. И уже больше 20 лет. Сколько будет? Да, почти 24 года я руковожу хором и оркестром вместе. Мы пытаемся раскрыть то, что скрыто вот за этими крючочками. И то, что вложил тот или иной композитор, а мы стараемся петь композиторов в сочинение, только хороший композитор, вложил свою душу в это сочинение. И то доброе и светлое, что несет эта музыка. Вот это мы стараемся раскрыть. И потом еще стараемся приучать, по крайней мере, наших слушателей вот к этому прекрасному звучанию, прекрасному жанру. Вот хор, оркестр и совместное музицирование, раздельное музицирование. Какое-то время было, что публика сидела, в основном, даже после 50-ти. Да, да, в основном, это были люди старшего поколения. А вот сейчас, в последнее время, пошла такая тенденция, и, по крайней мере, опять-таки, в Москве, очень много молодежи стало ходить на концерты, да, студенчество. Вот их вот это интересует, они страшно интересуются этим, и пропагандировать это надо больше. Ведь нельзя любить то, чего не знаешь. Что вот касается, скажем, Белоруссии, для меня это, ну, можно сказать, была в свое время самая посещаемая земля. Я в течение, по-моему, шести или семи лет проводил, имел свой фестиваль в городе Полоцке. Да, мы там туда привозили много коллективов интересных, там была Ирина Константин-Архипова, там был ваш земляк Олег Григорьевич Янченко, туда приезжал Геннадий Николаевич Рождественский, туда приезжал хоровая студия «Весна», туда приезжал оркестр из Нидерландов с львом маркизом. Но я помню, вот тогда проводили концерты вот этой в Софии, в Софийском соборе, это, кстати, третья София на Руси была. Вот, то люди приезжали из Гомеля, из Могилева приезжали, из Минска приезжали на этот фестиваль, который длился в течение 10 дней, всегда был он, проходил в апреле. Я помню, что даже Минская филармония обижалась на то, что этот фестиваль проводили в Полоцке, вот, а не в Минске. Хотя Полоцк мы очень все любили, вот еще ребята остались, которые работают в коллективе, которые с удовольствием до сих пор вспоминают эту скромную гостиницу. И чистенький городок, и совершенно удивительных людей, доброжелательных, и публику, которая приходила на этот фестиваль. Ну, вы знаете, я вот как вот сейчас, как тот старый коня, знаете, вот так он по борозде идет, и все. Потому что меньше работать невозможно, можно работать только больше. Вот, и идей много, надо постараться успеть, пока есть силы, что-то сделать, если не мешают. Мы друг друга любим, несмотря на требовательность, она заканчивается, вот пока вот я на сцене. Когда работа заканчивается, мы все друзья. Мы все друзья. И в моем понимании дирижер на сегодняшний день – это, как говорится, первый среди равных, я бы так сказал. Потому что, скажем, время диктаторов, дирижеров, оно закончилось давно, как и вообще время всех диктаторов закончилось. И, на мой взгляд, можно добиться результата, большего результата, и более интересного результата, если люди с удовольствием работают, с удовольствием друг к другу относятся. И потом я вообще сторонник того, чтобы коллектив жил дружно. Почему? Объясняю. Вот мы сейчас приехали сюда к вам. Мы с Лидией ехали вместе в автобусе, вместе живут в гостинице, потом идут вместе, обедают вместе, идут на концерт, на репетицию. То есть большую часть своего времени, времени суток, мы проводим не дома, не в семье, мы проводим на работе и среди своих коллег. Ну, представляете, если вот все это время смотреть на вас, ну, чтоб ты сгорела, да. Это же невозможно, это же невозможно. А когда люди относятся друг к другу, они совершенно по-другому себя чувствуют. А потом, исполняя хорошую музыку, она лечит. Она лечит не только душу, она лечит и здоровье, помогает. Это очень интересно, что-то открывать новое, что-то показывать людям. И потом иногда, вы знаете, когда открываешь что-то такое новое, вдруг восстанавливаешь ту несправедливость, которая была когда-то совершена с тем или иным автором, то есть с тем или иным сочинением. И у нас таких вещей было много, достаточно, когда мы вдруг открывали и для себя, и для слушателей. Ну, оказывается, хорошая музыка. Кто-то где-то когда-то что-то сказал, что-то забыли, что-то потеряли, что-то возродили, не возродили, понимаете. Поэтому то же самое, та же ситуация, как была, скажем, с первой симфонией Сергея Васильевича Рахманова, которая была, провалилась на премьере. И в этом виноват был тогдашний дирижер Лазунов. Вот. И Рахманинов, видишь, жёг ведь протитуру. Благодаря Гауку и благодаря тем, что вдруг сохранились оркестровую партию, удалось восстановиться сочинение. Сочинение гениальное. Мало того, что оно гениальное сочинение, оно было как бы таким предвестником того, что случится потом с Рахманином, вообще случится, что случится в 20 веке. Почти все, почти все диски, которые записаны, они записаны либо в Смоленске, в Успенском соборе. Настоятелем тогда в этом соборе был Кирилл, наш патриарх сегодняшний. Да, он был тогда настоятелем в этом соборе, и вот была его митрополия. И он проводил тогда нам, рассказывал об этом соборе, рассказывал о Смоленске, угощал чаем, было потом очень приятно узнать, когда мы узнали, что он стал патриархом, это человек, который понимает и любит музыку. И я помню, как мы писали на хорах в Смоленске соборе, а он сидел в алтарной части и сидел и слушал. Или то, что мы записали в Софии, я считаю, что стены помогали в Полоцке, это третья София действительно на Руси, с удивительной акустикой собора, с удивительной акустикой собора, и, как говорится, стены помогают, намолен. Мы жили-то не очень в большом достатке, у нас все-таки было, у родителей было три сына, трое сыновья, отец инвалид войны был, но, понимаете, собственным примером, собственным примером, потому что отец всю жизнь честно работал, несмотря на то, что он, в общем-то, я его на двух ногах не помню, был на протезе ходил, вот, мама всю жизнь работала, и вот, насколько я помню, все работали, все работали, честно, трудились, вот, и мы знали, что такое заработать хлеб, что такое труд, потому что с детства, я тоже с раннего детства начал трудиться, и, в общем-то, и так вот сейчас и своих детей воспитываю, и внуков также. Личный пример, личный пример, не важно, кто там у тебя, ну, скажем, там, родители, ученые, артисты или простые рабочие, а важно, какие они внутри. Значит, моя, получается, двоюродная тетка, народная художество Украины, Екатерина Васильевна Белокур, вот, которая, опять-таки, своим собственным примером, она всю жизнь прожила в родном селе, сейчас там музей, там был, по крайней мере, музей, там ей памятник, то есть такой украинский пиросмания, совершенно удивительная художество, я об этом узнал, к сожалению, слишком поздно, вот, и вот мы, когда исполняли в Москве оперу Прокофьева «Семен Катко», это о Первой мировой войне, о революции, о Первой мировой войне на Украине, то вот в качестве каких-то таких заставок, декорации мы использовали ее цветы, она потрясающе писала цветы, потому что такая опера была в полуконцертном исполнении, декорации не было, оркестр сидел на сцене, но так артисты были в костюмах, немножко двигались, и вот это сочетание вот этого ужаса войны, вдруг с той красотой, с той природой и с теми цветами удивительными совершенно, это был такой очень сильный, сильный контраст. Мне предлагали в свое время уехать учиться в Австрию, на стажировку, там, Караяну, в свое время предлагали уехать работать в Ригу, вот, и вот ради хора, ради всего этого я от этого отказался, вот, мне в свое время предлагали люди отдельные, там, скажем, не дирижировать сочинения Сидельникова или Шнитке, вот, не дирижировать сочинения Бортнянского, я этого не... Были какие-то определенные вещи, но я был 14 лет не выездной, ничего страшного. Потом, когда я через 14 лет опять попал в Италию, в будущее уже, вот, я первый раз был в Италии, мне было 26 лет, стал науреатом конкурса, вот, то меня помнили там, как ни странно, и сказали, что такого коллектива, вот, спустя 14 лет, в общем, там у них не было. Хорошее выражение у Чехова, нужно в себе добить раба, да, чтобы не быть... Потому что человек сразу меняется, а в нашем творчестве, мне кажется, в любом творчестве любого художника, что у тебя внутри, то у тебя и... либо на бумаге, либо в звуке, либо на полотне, либо в твоей интерпретации, в твоей трактовке. Это все взаимосвязано, все идет оттуда. Все идет оттуда. Если ты злой, значит, в тебе ты будешь нести зло. Если ты будешь нормальный и добрый, то ты будешь нести людям добро. Собственно, то, для чего человек, как говорится, появился, наверное, на земле, Господь Бог его создал, для того, чтобы насладиться вот этим, и беречь это все, и передавать из поколения в поколение. Спасибо. 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 Спасибо.